Мы очень многое поняли за этот год. Понятно, что вообще действительно огромное счастье жить для исследователя, для изучателя. Жить в такую эпоху и огромная беда и большая неприятность жить в такую эпоху обычному нормальному человеку, который хочет жизни, счастья, денег, благополучия и всего остального. Понятно, что у меня есть возможность это изучать. И я вам могу сказать, что, конечно, 20-й год для меня был годом такого уже предметного лабораторного исследования, в результате которого я убедился, что большего дерьма, чем демократия, наверное, не существует. И что демократия – дерьмо просто в силу того, что демократия до такой степени крепко увязана с качеством так называемого народа. И представьте себе, как выглядит демократия у племени Мурсии. Представьте себе, как выглядит демократия в тех племенах, которые собирают сушеные головы или в обязательном порядке раскалывают головы своих дедушек и жрут мозги. То есть мы все заложники, благодаря демократии, очень примитивных, очень отсталых, очень агрессивных форм восприятия этого мира. И именно эти формы выбирают себе власть и правление наиболее для них понятное и приемлемое. Вот что такое демократия. В Америке, в Соединенных Штатах Америки, ведь не случайно существует страховка от народа. Там очень мудрая выборная система, которая, да, учитывает мнение этого народа, но окончательный вердикт выносят выборщики. Это ведь тоже не случайность этого института. А в Европе страхует от диких решений народа общий уровень благосостояния и цивилизации. Ни того, ни другого нет в России. И до тех пор, пока в России демократия, а это действительно демократия, ведь мы же видим, что даже то же самое отравление Навального очень положительно воспринято публикой. Будем откровенны. Мы видим, что не то, что массовых, не то, что сколько бы то ни было многолюдных, но даже и небольших протестов в ответ на злодеяния. Откровенное злодеяние, бесстыдное, наглое, веселое, хамское злодеяние власти. Плевок всему миру, плевок всем в глаза. Нет, не возникло. Это, я бы сказал, есть некое чувство удовлетворения и то, что называется, понимание того, что, наверное, так и надо было. Мы видим, что, когда мы говорим о демократии, мы понимаем, что мы доверяем судьбу страны, себя самих, свою свободу, законы. Мы доверяем людям, которые раз за разом, месяц за месяцем увеличивают количество случаев экзорцизма. Мы понимаем, что мы имеем дело с непередаваемо темной, серой и страшной массой, которая хочет избрать родного и понятного для нее человека. И в заложниках у этой дикой ситуации оказывается та самая мыслящая и передовая часть общества, которая вынуждена играть по их правилам, выполняя те законы, которые они принимают для собственного удобства. Ведь на то, в общем, дикари являются дикарями, что они не понимают силы закона и смыслы закона. Поэтому я говорю, что, в общем, я склонен скорее отказаться от формулировки, что это наилучшее, что есть на данный момент. Я думаю, что демократия – это, в общем, большая гадость. И в этом году, когда мы уже расхлебываем, вот мы, поймите, да, отравление Навального – это демократия, Аня. Репрессивные законы, тянущие обратно в 1937 год, Анечка, это демократия. Торжество желобов на охотном ряду, которые могут протащить любую дегенеративную запретительную инициативу – это демократия. Александр Глебович, сейчас будет много вопросов. Надо сказать, что я, хотите верьте, хотите нет, но я, у меня был записан для вас вопрос, который кочевал из одной программы в другую. Он звучал так, зачем вам, Александр Глебович, демократия, вы же аморальный тип. Но сейчас у нас совершенно другая постановка вопроса, я уже этот вопрос вам не задаю, потому что вы объяснили, что она вам ни к чему. Но давайте все-таки разбираться. Где вы в России видели демократию? Это сейчас были красивые слоганы, один из которых обязательно станет, будет вынесен заголовок этой программы. Но скажите мне, пожалуйста, тут было прямо очень много всего на свете. Значит, когда вы говорите, что принимаемые законы – это демократия, объясните мне, каким это образом. Это, эти законы, эти законопроекты принимают некоторая номенклатурная горстка людей, не имеющих к народу никакой… Я сейчас не защищаю ни демократию, ни народ, я сейчас просто пытаюсь разобраться в терминах, действительно. Не имеющих к народу не избранное легитимным путем, не имеющих к народу никакого отношения. Это люди, определенный круг людей, которые бесконечно занимаются переделом собственности. Некоторые из них оказываются в Думе, некоторые из них оказываются в правительстве, некоторые из них еще оказываются где-то. Какое on earth? Это все имеет отношение к народу. Я про народ пока ничего не говорю, я не знаю, кто такой народ, я сама народ, я не знаю, где он и что он. Но где вы когда видели его активное действие в последнее время? Я видел его активное действие. Его власть, собственно, сутью которой является, ну, демократия, да, власть народа. Где вы видели власть народа? Почему? Я видел власть народа в поправках Конституции. Не важно, не важно, голосовал он за эти поправки или допустил он их фальсификацию и модуляцию. В любом случае, это его выбор, это его либо прямой выбор, либо выбор косвенный. И тот, и другой выбор, к сожалению, абсолютно равноценный. Мы видим по праву, мы видим демократию и волю народа в законе подлецов, в законе Димы Яковлева. Мы видим волю народа в том, что 30% этого народа имеет очковые сортиры и не возмущается по этому поводу, не имеет канализации. В том, что часть этого народа сейчас, лишенная водопровода, как происходит там, по-моему, в одной из областей, топит снег и рубит, крошит лед, и из этого льда топит воду. Это тоже его выбор, потому что у народа есть всегда право поступить хотя бы так, как поступают белорусы. Хотя бы на некий массовый, организованный, мирный, пожалуйста, протест. Но если народ труслив, если народ согласен на то, чтобы деньги, которые он собирает на свою жизнь, на обеспечение этой жизни, шли бы на бомбежки Сирии, на содержание уголовников Донбасса, на любую дрянь, на выкармливание пропагандистов и бесконечные яхты-особняки, то, значит, это его выбор. Это и есть, Аня, демократия. Все, я поняла. То есть в сложившемся, прости господи, политическом ландшафте, либо есть революция, то есть, ну, или, я не знаю, хорошо, мирный протест, либо есть белорусский сценарий, и тогда это демократия, а все, что за пределами этого, это уже вот... И то демократия, и другое. Другое дело, что мы же видим там, не знаю, американскую или швейцарскую демократию. Но там есть, как я уже сказал, защитные механизмы. К сожалению, русская демократия воспитана под плетями ханов, под сапогами жандармов, под штыками Семеновского полка. Это демократия людей, которые безропотно переносят кровавое воскресенье, расстрелы, 37-й год. Ведь никто же не встречал чекистов в 37-м году огнем дробовиков через дверь. Хорошо, Александр Петрович. Встречали дребезжа позвоночником и начиная сразу собирать сухари. Это тоже выбор, это тоже демократия. Россия делает свой выбор, мы обязаны с ним считаться. Вот она такая. Александр Глебович, смотрите, действительно, если посмотреть на историю, которую вы не любите, получается, что Россия этот малоприятный выбор делает раз за разом. И разговор уходит автоматически вот в ту зону, которую я ненавижу, и которую я абсолютно поперек всех фактов и всех аргументов пытаюсь туда не уходить и как-то отстаивать свою позицию. Это уходит в разговор про менталитет, про некоторую предрешенность и обреченность. Тогда скажите мне, пожалуйста, у нас есть один пример, когда люди действительно в том или ином количестве вышли на улицу, но этого было достаточно для того, чтобы режим пал. Это был 91-й год. И дальше в течение 10 примерно лет с дикими сложностями, с откатами в разные стороны, с довольно мучительными периодами. Но тем не менее, вот 10 лет экспериментальной, 10 лет свободы продемонстрировали, что вот это общество с крепостным правом, со всем этим чудовищным анамнезом, с тут под сапогом, тут под сапогом, с этим самым, от елки-палки, от татаро-монгольского ига до Бенкендорфа, я не знаю. Вот это общество оказалось готово к свободе слова, к свободе передвижения, к куче других каких-то свобод. Они это все умели. Им поставили урну, и оказалось, что они умеют ею пользоваться, я в том числе. Это сработало, и это получилось, и это работало 10 лет. Что это были за 10 лет? Это был какой-то, это бак системы был? Что тогда происходило? Ань, вы говорите об очень небольшом проценте людей, которые подверглись обработке резца западной цивилизации, который внес решительные коррективы вот в те угрюмые, страшные совковые черты, которые в нас во всех были воспитаны. И сделал, да, эту пластическую операцию великолепно на первых порах. Но не будем забывать, что свобода – это не только умение слетать в Милан на шопинг, а свобода – это штука, которую надо защитить. Свобода – это то, что нуждается в решительности и в абсолютной, в отсутствии каких бы то ни было компромиссов, когда ее забирают. Все те люди, о которых вы говорите, все те люди, которые так умело, черт побери, пользовались урнами, оказались способны эту свободу забыть и предать. Оказались способны от нее отказаться в течение, скажем так, очень-очень маленького отрезка времени. Вы знаете, люди свободные свободу не предают. Поэтому считайте, что просто страна в 90-е годы пережила аттракцион, позабавилась этим аттракционом. Это не было шагом к свободе. Это было походом в лунопарк. Всякий поход в лунопарк быстро заканчивается, потому что их тошнит от скорости и высоты аттракционов. Им страшно в домах призрака. И на других, скажем так, на других забавных площадках. И они вернулись обратно. Они вернулись туда, где им уютно. И, кстати говоря, вся вот эта элита, вся вот эта вот вроде бы свободная, свободомыслящая публика, которая так хорошо выглядела, когда им разрешали быть свободными, она с такой же легкостью отказалась от свободы, как и все остальные.